друзья приветствую давайте знаете я с чего сейчас начну это видео покажу вам недавно жена купила такую вот пасту здесь на бали эта паста она произведена для украины написано импортер украина город киев улица димитрова 16 г сделана эта паста в таиланде колгейт palmolife palmolife thailand ltd бангна трат км 57 км сделана она по лицензии колгейт palmolife корпорация new york usa то есть паста сделано в таиланде для украины по лицензии соединенных штатов но купили мы ее в индонезии на острове бали и здесь есть такой вот значок телефона где можно бесплатно куда можно бесплатно позвонить какие-то вопросы дать что-то прокомментировать позвонить можно в малайзию сингапур филиппины и в россию к чему я все это говорю начинаю вроде бы издалека про какую-то пасту непонятную зубную на самом деле мир такой сейчас уже большой без границ и как вы видите производится в одной стороне по лицензии другой стороны продается в третьей стороне можно купить в четвертой стороне вот и практически нет границ границы очень часто есть только в голове у у нас с вами у людей знаете что давайте я надену обувь а то немножечко мне горячо босиком ходить и вместе с вами немножечко пообщаемся пообщаемся на какую тему я хочу записать сейчас видео не музыкальная просто поговорить вместе с вами о том о чем где мы живем потому что мои ученики многие спрашивают где вы что вы как вы чем занимаетесь что едите и так далее и тому подобное мы живем сейчас на острове бали индонезия живем на берегу тихого океана вот наш прекрасный бесконечный океан это кстати вот штуки такие на солнечных батареях они предназначены для того чтобы ночью освещать дорожки давайте я вдоль берега пройдусь вместе с вами пообщаюсь такой вот непринужденной обстановке вот мы живем на острове бали мы начали когда сюда приехали поселились в городе убут это культурная столица острова нам очень понравилось там единственный какой нюанс это от океана мы где-то в часе езды на автомобиле были да можно за 20 минут проехать какое-то место но не особо купа бик купа бельная для детей не совсем удобно так как у нас дети предпочитают купаться в океане мы решили попробовать другие места в частности я сюда приехал на машине привез знакомую это очень место это понравилось моей жене потому что я на видео снял и показал ей это место и так понравилось что мы решили сюда переехать и здесь уже живем вот на днях будет месяц то есть мы два месяца жили убуте центре острова и уже месяц об практически живем здесь смотрите как провалилась у меня под ногой земля песок вот так пришел на кого и съехал вот месяц мы практически живем здесь в амиде это прекрасное место на берегу тихого океана очень спокойный район не туристические очень мало туристов единственно какие туристы сюда заезжают это те кто любит поплавать с аквалангом или сноркингом заниматься от смазкой знаете и с трубкой плавать рассматривать кораллы здесь очень красивые места вот туда дальше если проплыть там храм затоплены есть и корабль то есть и очень красиво я нырял туда с маской с трубкой с ластами просто бесподобно рыб много плавает разных разных длинных разноцветных вот это где мы сейчас живем по поводу того что мы едим мы едим у наш рацион конечно значительно богаче чем в россии в плане того что мы много употребляем свежих фруктов и овощей и среди фруктов это арбузы хотя ягода но все равно арбузы манго мандарины яблоки ананасы змеиные фрукты драконий фрукт бананы само собой разумеется огромное количество разных видов бананов ну как то так и заместного мы едим здесь очень много рыбу у нас здесь у знакомой девочки которая дружит соседка с нами у нее отец рыбак он вот на таких лодках которые вы видели выходит в море очень часто ну как часто каждый день 4 утра он море уходит и где-то до 9 утра ловит рыбу как правило это макрель сейчас сезон макрели и мы у них покупаем первое время на просто в качестве подарка приносила нам но мы сказали из-за того что а твой отец все-таки он тратит на бензин деньги чтобы на моторной лодке уйти в океан и вообще-то любой труд должен быть оплачиваем мало ли что мы дружим и что там ты нас уважаешь давай мы все-таки будем покупать рыбу и мы стали у них покупать рыбу каждый день разным способом жена готовит и запекает и маринует и жарит вот рыба с рисом очень здесь распространенная еда и с овощами мы также кушаем тоже курицу курица здесь не так распространена нам нужно специально минут 10 на мотоцикле проехать до магазина даже немного не магазин это а специальная как вам сказать ферма что ли потому что живые куры прям прыгают приходите ну есть они уже как бы лежат нарубленные зарубленные вот куры покупаем но кур тут не особо в любом магазине вы не купите потому что это считается у местных дорого одна курица такая большая 250 рублей выходит по русским деньгам но зато она выращена в естественных условиях и кормит ее вот такие вот про такую лодку я говорю таких лодках выходят рыбаки ставят мотор и уходит вон туда в океан их практически не видно этих лодок если рано рано утром проснуться то видно сейчас видите я не знаю я думаю что камера все таких должна показать там далеко такие вот белые лодки тоже рыбаки выходят ловит а вот эти вот шары это типа парковка для лодок он видите лодка как катер она привязана к этим шарам это просто чтобы заметно было они видимо в качестве якорей как парковочные места и у каждого рыбака здесь вот есть свое парковочное место они лодку привязывают чтобы ее не унесло в море и плавать почему немножко на таком расстоянии прям сильно к берегу близко потому что прилив отлив когда бывает чтобы лодку и не покорябала на берегу и в то же время чтобы не унесло ее в океан в открытой вот ни разу мы еще здесь не ели свинину это нужно потому что ехать специально на рынок и покупать свинину и здесь уместно хочет они свинину употребляют только на церемониях это потому что это ну или дорого или я не знаю или муж обычай такие надо уточнить короче сказали нам что они употребляют на церемониях свинину чем мы еще занимаемся здесь мы купаемся постоянно в океане 3-4 раза в день вот гуляем вдоль берега уходим к пальмам не знаю потом я не знаю сейчас за мной вулкан агунг но солнце попадает в камеру видно будет или нет вот а вот за пальмами короче там вулкан гуляем там и и ходим с детьми бегаем прыгаем очень им нравится по поводу того чем мы с женой занимаемся но здесь мы гуляем само собой и мы периодически женой выезжаем по окрестностям катаемся на байке на машине здесь не совсем удобно потому что дороги немножко узкие и большую часть времени машина все равно стояла бы во дворе магазин у нас рядышком совсем на мотоцикле вполне удобно доехать вот машину мы берем если в аренду если нам нужно поехать куда-то подальше вместе с детьми всей семьей вот это по поводу того чем мы занимаемся относительно музыкальных моих дел что я делаю я совершенствуюсь в плане сочинения музыки пишу свои композиции делаю аранжировки различные ходы ищу как-то экспериментирую по несколько часов в день с гитарой в обнимку сижу вот но это разумеется не так что засел и все перерывы между купаниями в океане и общением семьей также я даю консультации по skype музыкальные консультации и последнее время стал практиковать еще консультации по онлайн заработку в интернете потому что раньше когда я предлагал такую услугу когда у меня были результаты уже первые пошли как-то за копейки люди не хотели меня заниматься я понимаю почему потому что я сидел в россии и кто его знает я сейчас скажу что я зарабатываю в интернете а вдруг я не зарабатываю в интернете вдруг я ночью мешки разгружаю с цементом а всем рассказываю что я в интернете деньги зарабатываю а когда она по факту мы отправились пятером всей нашей семьей путешествие и пересекли сколько стран россия турция малайзия индонезия вот такой вот у нас был маршрут приехали на остров уже три месяца практически мы здесь живем и нам понравилось и будем думаю что дальше жить потому что тепло светло как у николая но свои мухи не кусают здесь на самом деле москитов не так уж и много вечером вечерком бывает но спасает вентилятор и в доме кондиционер когда включили там они не залетают холодно по таким вот образом мы живем относительно того что по поводу консультации я говорил сейчас помимо того что я обучаю игре на гитаре я рассказываю желающим о принципах построения дохода через интернет на самом деле в любом деле есть определенные принципы и так как я зарабатываю большей частью специальностью связанные с музыкой в частности гитарой я знаю вот эти все принципы каким образом построить заработок на любимом деле на какой-либо профессии и я понимаю что если бы это была не гитара скажем русский язык у меня еще образование гуманитарное я могу работать журналистом могу работать преподавателем в университете то спокойно можно перевести на онлайн заработок и эту профессию любую профессию если вы повар можно вполне зарабатывать через интернет если вы строитель вот на днях у меня брал консультацию по тому как зарабатывать в интернете человек который каркасном строительстве знает толк строительство каркасных домов нет проблем в этой сфере вполне можно выстроить онлайн доходы языки иностранные не знаю любую профессию какую возьмете везде можно зарабатывать дистанционно поэтому главное чтобы было желание вот очень часто у нас чего почему я начал это видео с зубной пасты перечислить все эти страны нет сейчас практически границы в мире а границы в голове у многих есть и уже будем приближаться к завершении этого видео хотите научиться зарабатывать через интернет хотите ближе познакомиться со мной и узнать как это делаю я всю подоплеку все принципы добро пожаловать ко мне на консультацию оставлю ссылочку под этим видео пообщаемся познакомимся поближе ну что в принципе я ввел вас курс дела чем я сейчас живу где мы сейчас есть семьей обитаем заканчиваю на этом видео желаю вам всего самого наилучшего здоровья счастья успехов удачи чтобы границы вашего мышления расширялись это самое то же самое что я вам сейчас желаю я желаю самому себе и вот на фоне такого прекрасного тихого океана на самом деле тихий знаете этот место где мы живем редко редко бывают волны чуть больше это сейчас ветер с моря и вот смотрите какие волны да практически их нет детям очень комфортно купаться да и не только детям и взрослым всего доброго заряжайтесь этой энергией океана мощью этой увидимся в следующих видео пока пока